Всем привет! Меня зовут Юлия Ляхова и на нашем канале мы начинаем новую рубрику. Называется «Моя история. Как в нашем доме появился зверь». Свою историю можете рассказать в группе ВКонтакте, ссылочку я оставлю в описании. И самые интересные из истории попадут на наш канал. Знакомство Олега с представителями семейства Куньев началось с очаровательной Хори Нюши. Маленькая, зловредная и в то же время потешная и любимая покорила сердца его семьи сразу. Через некоторое время Олег с женой решили взять с этой Шкоде подружку в виде кошки. Со слов Олега «Ооо, это было круто! Хоря тащит котенка, как всегда, в свою нычку, а кошечка тигра, естественно, лупит Хорю». Подружились эти бестии на ура! Через некоторое время нам подарили сфинкса, тоже девочку, и Афина. И эти маленькие бестии стали править нами по полной. Посмотрев на это бешеное стадо, мы сказали, что хватит нам этого по полной. Но мы предполагаем, а Господь располагает. И вот нам поступает предложение от знакомого о том, что его коллега хочет выпустить норку, которого взял щенком с клуба и содержал целый год дома, в лес, так как она ему надоела. Мой ответ был однозначно «Я заберу!». Вот прошли три долгих дня ожидания, и мы стоим под подъездом, и нам выносят его. Большая клетка, а в ней монстр с выпученными глазюками. Спасти слюни ручьем, и Функи пускает на всю улицу. Привезли домой. Кошки с Хори обследовали пришельц и благоразумно ретировались подальше. Я стал его изучать, открыл клетку, и Боня вышел из нее в полный рост. Мамочка родная, и тут я понял, что немного поторопился его выпускать, потому что у меня мелькнула мысль, а как я его загоню обратно. По размерам это был кот-великан. Прошел по комнате, шипел страшно. Конечно, обмедил всю квартиру. Попытался я его погладить, за что получил прокус двух пальцев и ладонь насквозь. В общем, решили его оставить на застекленном балконе, и там решать, что дальше с ним делать. Ночью Бонька бушевал, как слон, в посудной лавке, грыз клетку, фунькал, кричал. Спасу нет. Приходилось выходить к нему и разговаривать, и он немного тогда успокаивался. Вот так и приходилось с работы спешить к нему и сидеть с ним подолгу на балконе. Через неделю я уже осмеливался выпускать его из клетки и находиться с ним на балконе. Скажу, это равносильно было, что в одной клетке со львом. Только недели через три он давал себя гладить и пытался играть со мной, но что-то на него находило, и Бонька снова меня кусал. В процессе игры я замечал, что когда пытаешься его погладить по голове, он весь съеживается лапками, прикрывает мордочку и скули. Прошлые хозяева били, и били сильно. Короче, ушло длительное время на наше знакомство и привыкание друг к другу. Это, скажу вам, было очень тяжелое время. Вскоре так случилось, что Бонька столкнулся с Нюшей. О, это были бои гладиаторов. Бонька таскал ее за живот, а когда отпускал, то она запрыгивала на него. Нюша меньше Боньки в четыре раза. То впивалась в него зубами и верещала, как свинка, боясь его отпустить. Так продолжалось, пока Боня не выдохся. Сейчас Боня с Нюшей уживаются вместе. Из-за большого веса Боня неповоротливый и не успевает за Нюшей. Так они живут вместе. Ну а мне он позволяет делать с ним все. Мыть, играть, дразнить, зубки смотреть и так далее. И больше не кусает. С тех пор он один из моих любимых друзей животных. Еще любимица Нюша. Вот уже четыре года мы вместе и счастливы. Как-то знакомый заходил к нам и видел наше с Бонькой игрище. Ну и потом рассказал про это бывшему хозяину Боньки. И тот пожелал забрать его обратно. Мой ответ был, друзей не отдаем. Спасибо за просмотр. Ставьте нашему ролику лайки. Подписывайтесь на наш канал. Пока!